привет мои дорогие друзья значит видео заключается в том что зачем чистить монеты 1 гривна из обихода сейчас я попробую вам объяснить дело в том что недавно я продал значит полный альбом монет 1 гривна вот этот 10 фактов вот полный загруженный со всеми монетами и даже с двумя или с тремя по моему разновидностями это 2001 2 3 год в другом металле но так как другом то есть там металл в котором больше добавления то есть сейчас я попробую вам объяснить вот допустим это у нас 2001 сейчас найду здесь тоже 2001 и покажу вам что имею ввиду вот смотрите то есть эта монетка вот она имеет вот такой цвет металла а эта монетка имеет вот такой цвет металла то есть это зеркальное понятное дело это более матовая но у нее тоже есть отражение видите то есть она тоже немножко зеркалит но у нее цвет металла совершенно другой то есть он отличается от того что есть то есть он более бронзовый. Ну и я причислил эту монету к более как бы разновидности. Потому что если кто перебирал из вас монеты 1 гривна, так на ногти сразу не обращайте внимания, я просто занимаюсь активно чисткой и это все вылазит вот такая всякая гадость, там ногти подзабиваются и так далее. Нет смысла мыть руки потому что я сейчас продолжу эту чистку полировку, чистку и так далее. Вот. И ну как разновидность использую вот эти монеты. Так вот допустим в этом наборе у меня получается огромная куча монет из-за бихода. И вообще к чему посыл видео? Вот допустим за границей да вот иностранные монеты. Вот вы когда смотрите иностранные монеты, вам важно чтобы внешний вид у этих монет был симпатичный. И чем дешевле, тем лучше. Тут вы берете сразу набор полный набор. То есть все года, которые выходили. Это вам не надо бегать по одной монете, собирать искать. Но взяв полный набор уже сразу в альбоме, человек спокойно выключает всю позицию, а потом со временем он принимает решение. То есть если допустим какие-то монеты ему не очень нравятся и хочется допустим там в идеальном состоянии штемпельном леске, он просто со временем их себе докупит. Но или монеты выглядят как говно, грубо говоря, из кармана, из обихода. Или монеты выглядят более не менее симпатично. Вот только для этого монеты надо приводить в такой порядок, чтобы они имели товарный вид. монет. То есть это не является улучшением монеты, но в то же время и является улучшением монеты. Потому что, например, вот то, что я вчера отполировал эту монетку. Вот. Она в любом случае выглядит, ну, намного симпатичнее, чем был вот такой вариант. Вот. Вот допустим. Да. Ну вот переверну. Вот так будем смотреть. Да. То есть, ну вот если сравнивать две эти монеты, то конечно в любом случае эта отполированная она выглядит, ну, намного лучше, чем это. И чисто из этих соображений, из эстетических, приятнее взять монету, конечно, которая выглядит таким образом. Потому что, ну, матовая такая монета, она не так вот интересна. То есть, грубо говоря, у вас лежат часть монет вот таких, да, вот штемпельных, блестящих, а часть монет вот таких. Ну, конечно, приятнее, когда они все более не менее однородные. То есть они, ну, как бы, хотя бы издалека, да, можно так сказать, похожи друг на друга. То есть, они все сияют, они все блестящие, они все красивые. То есть, понятно, видно, что какие-то штемпельные, а какие-то не штемпельные. Но, как правило, даже взяв такой набор полный вот в альбоме, в любом случае приятнее уже, когда они все блестят и можно даже так этот альбом и оставить и не париться. Главное, чтобы правильно было вот это все дело очищено. Потому что в любом случае, ну, вот такая зеркальная монета намного выигрышней выглядит, чем вот эта. Ну, вот сейчас я закончу еще вот эту, то есть доделаю и приступлю к этой. И вот вы сравните медали, вот как они выглядят сейчас, как выглядит эта монета, несмотря на остатки штемпельного блеска. Отражения здесь фактически нету. Я ее сейчас полирну и мы посмотрим, как она преобразится, эта монета. То есть я уже сейчас процесс сам не буду показывать, вы в предыдущем видео можете это посмотреть, но вы поймете, о чем я говорю. Вот я, короче, сейчас закончил Владимира. Он выглядит уже еще лучше, чем выглядел. То есть между буквами уже у него практически нету следов чистки. Монетка очень красивая. И вот, казалось бы, достаточно редкий год. Да, еще вот здесь вот в надписи Украина и гривна тут еще есть небольшие остатки этого, так сказать, явления. Что-то не хочет фокусироваться. Но в целом это уже более еле заметная тема. То есть, видите, даже 2004 уже намного лучше стало видно. Можно в принципе так и оставлять. Это уже если сильно присматриваться, тогда видно. Но опять же, я сейчас пойду помою монету и посмотрим, что будет после того, как я помою. Может быть, уйдет эта штучка. Сейчас посмотрим. Ну, не сильно отмылась. Еще, видите, между буквами еще есть остатки. То есть, в принципе, можно поковыряться и достать оттуда вообще полностью. Тогда она будет прям вся зеркальная. Это, конечно, сложнее. Здесь между буквами я хорошо вытащил уже. Вот. С той стороны еще нет. Ну, можно и третий раз ее полирнуть, там довести вообще до идеала. Просто, ну, для суперидеала, конечно, нужна бормашинка. Она тогда везде достанет так вручную. Немножко сложновато туда залазить. Слишком такой муторный, долгий процесс. Да и он особо и не стоит того, в принципе. Но в любом случае, так уже хорошо. Монета уже... Посмотрим. Может, скорее всего, я еще доковыряю. Ну, она вот зеркальная, нереально. То есть, в принципе, уже классно. В альбоме, по крайней мере, будет смотреться, я думаю, очень хорошо. Потом обязательно, когда я забью альбом, я покажу вам видео, как это выглядит. Я сделаю альбом из обихода, монеты положу и монеты положу туда подготовленные, так сказать, к продаже. Потому что, вот смотрите, такие монеты, ну, продавать будет немножко сложно. Вы видите, вот это вот пятна, вот эта вся вот фигня. Даже несмотря на остатки штемпельного блеска, все равно она выглядит хреново. Ее только можно, отполировав, привести в порядок. Вот сейчас займусь вот этой монетой и посмотрим. Вот еще раз запоминаем, как она выглядит. Я ее сейчас очухаю и посмотрим, что из этого получится. Будет ли изменение или нет. Видите, отражения фактически нету. Она такая мутная. То есть, ну, монета из обихода. Ну, что ж, короче, где-то часик я повозился с этой монетой. Сейчас, где она там? Вот я ее сюда поставил. Ну, еще буду один раз проходить эту полировку, проводить. Ну, уже разница, конечно, ощутимая. Но, видите, вот эти вот матовые такие элементы, вот, их надо будет еще убрать. Так же в цифрах, в буквах еще чуть-чуть поковыряюсь, приведу монетку в порядок. Ну, уже она выглядит гораздо интереснее. То есть, она уже не матовая. У нее уже есть достаточно хорошее зеркало. И идея вообще всей этой движухи какая? То есть, монета должна засиять. Вот. Вот. То есть, вот разница. Или взять, например, вот эту монету, где она там. Сейчас попробую найти с медалями, которая. Где-то она у меня тут. Не понял. Что-то я ее не наблюдаю. Монета должна быть с медалями. Очень странно. Что-то я ее не вижу. В общем, где-то должна быть вот эта 2005 года монета с медалями. Не с медалями, а с солдатами. Странно. Я ее что-то не вижу здесь. Неужели я ее не положил? Тут набор ее. В общем, нашел эту монетку. Ну, вот как она выглядит. Да, она шумит. То есть, видно, что побитая, покоцанная монета из обихода. Но, таким образом, видно, что она зеркальная. И, когда рядом они все лягут, в один альбом, они все будут блестеть. Вот, допустим, если я сейчас возьму штемпельную монетку, поставлю рядом. Что там такое? Вот. В принципе, она тоже штемпельная. Также имеет шагреньку. То есть, не идеально гладкое поле. Вот. И, допустим, вот монетка. Вот она штемпельная. Я ее сейчас... Ну, да, она тоже покоцанная. Я, короче, ее либо сейчас вот так тряпочкой почищу. Ну, вот, почистил чуть-чуть тряпкой. Все равно есть царапинки. Но блеск, в принципе, остается. Можно так и оставить. То есть, под лучиками она будет гулять. Вот. Но есть монеты, которые стоит тоже зачистить. Именно превратить их в зеркало. Вот, например, тоже 1 гривна. Вот эти солдаты. Вот разница, да. Когда это все ляжет в альбом, то в любом случае альбомчик станет симпатичным. Он, конечно, превратится больше в сувенирный альбом, чем в коллекционный. Но при желании просто можно будет достать полированные оттуда монеты и добавить потом именно штемпельные монеты для коллекции. Значит, идея какая? Если вы находитесь в Украине, у вас есть такой альбом, вы его забиваете монетами и смотрите, как бы первый вариант. Допустим, вы находитесь в туристическом городе, например, Львов, или же Одесса, или же Киев. Там приезжают туристы и можно полный такой альбом забить монетами. Пусть они будут частично полированными, но он станет сувенирным. И иностранцам на память такой полный набор пойдет. Будет классно. Любому другому человеку такой альбом тоже пойдет. Будет классно непосвященному, не коллекционеру. Но коллекционер потом, со временем, будет просто менять те монеты, которые ему не понравятся. Но, по крайней мере, зато монеты будут блестеть. Они будут красиво выглядеть, лежать. То есть в альбоме будет товарный вид, а не ущербные какие-то монеты из обихода. И цена, соответственно, у такого альбома, изначально у полного, будет немножко ниже, чем у полностью всего UNC-шного альбома. Потому что все UNC-шные монеты, если положить, то цена альбома сразу возрастет многократно. Это логично, понятно. А, допустим, иностранцу, ему достаточно будет полный альбом, все года указаны, монеты с годами соответствуют, все, как сувенирный вариант, зашибись. А потом, со временем, те монеты, которые не UNC, и если человек вдруг станет коллекционером, он будет заменять на идеальные монеты. Соответственно, цена альбома будет ниже, и возможность приобрести полный альбом повышается, потому что монеты будут выглядеть, грубо говоря, симпатично, а не ущербно. То есть, ну вот, даже элементарная разница, не раз уже показывал, покажу еще раз, то есть, потому что люди перематывают, или вот такая монета у вас в альбоме лежит, сувенирном, или вот такая монета. Ну, разница логична, да, что с такой монетой все-таки поприятнее иметь альбом, когда монета блестит, еще и отражается, и она целая, без каких-то там мега ударов, и так далее, то есть, в целом, неплохо смотрится. Вот такая история. Таким образом, можно заработать на монетах Украины, просто приведя их в порядок, и продав иностранцам, как сувенирный напор. То есть, именно, задача стоит, как сувенир, но с задатками, намеком на коллекцию, потому что, все-таки, там будут дорогие монеты, такие, как 1 гривна 1995 года, все-таки, это нечастое явление, и не дешевое. То есть, вот эта монета, несмотря на этот маленький ударчик на кантике, она диктует цену всему этому набору. И тут, как ни крути. Вот такое было интересное видео. Позже, я, когда забью полностью все монеты, подготовлю в альбом, я вам покажу разницу. То есть, я забью в один альбом монеты из обихода, а в другой альбом подготовленные монеты. И вы посмотрите. И, кстати, в клубе в воскресенье, мне даже интересно, уйдет ли еще один такой полный альбом. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем удачи, пока. субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...